Фильм режиссера Ковина Рейнольдса «Робин Гуд» «Принц воров» стал одним из самых главных хитов проката в 1991 году. Обошедшаяся в 48 миллионов долларов лента освоила в кинотеатрах 390 миллионов. За Ковином Костнером закрепилось звание главной звезды Голливуда, и его гонорары улетели за отметку в 15 миллионов долларов за роль. Именно после огромного успеха в прокате фильма «Робин Гуд» в Голливуде родилась известная шутка о Ковине. Звучала она как-то так. Если вам захочется снять экранизацию телефонного справочника, просто пригласите Ковина Костнера на главную роль, и экранизация телефонного справочника станет главным хитом проката. На начальных этапах разработки фильма «Робин Гуд. Принц воров» от главной роли отказались почти все голливудские звезды. Никто не видел у проекта никаких кассовых перспектив. Отказывались не только от главной роли, как это сделали Мел Гибсон и Кэрри Элвис, но и от ролей второго плана. К примеру, подальше авторов послал тогда еще мало кому известный паренек Джонни Депп. Роль, от которой он отказался, позже отошла Кристоферу Слейтеру. В общем, с мертвой точки проект смог сдвинуть лишь Кевин Костнер, который проявил интерес к картине. Но успех фильма – заслуга не только Костнера. Именно о человеке, который тоже внес большой вклад в успех Робина, сегодня и хотелось бы вспомнить. С вами Грин, поехали! Не меньшую роль в успехе ленты сыграл Алан Рикман, который позже вместе с Кевином Костнером получил номинацию на MTV Movie Awards за фильм «Робин Гуд». Как и Шон Коннери, Алан Рикман совершенно не горел желанием сниматься в «Робин Гуде». Сценарий он находил простоватым, а роль, которую ему предлагали, слишком банальной. В первоначальном сценарии шериф Ноттингема был и таким молчаливым суперзлодеем, который появлялся в кадре лишь для того, чтобы посмотреть злобно в камеру или сквозь зубы отдать приказ о чьем-нибудь уничтожении. Так что, когда Рикману предложили сыграть шерифа, он, прочитав сценарий, сразу же отказался. После этого авторы фильма пошли с предложением к актеру Ричарду Гранту, который в те времена становился все более узнаваемым. Грант сыграть в фильме согласился. Съемки фильма были запланированы в Англии на осень 1990 года. Когда пришло время снимать, оказалось, что Грант не может принять участие в работе над фильмом «Робин Гуд» из-за затянувшихся работ над картиной «Гудзонский ястреб». Съемки «Гудзонского ястреба» стартовали в июне 1990 года и предполагалось, что в сентябре Грант уже будет свободен. Но из-за задержек и пересъемок работа над фильмом Брюса Уиллиса растянулась до декабря 1990-го. Ричарду Гранту пришлось откланяться. Оказавшись без главного злодея, режиссер Кевин Рейнольдс и продюсер Пен Дэншем снова побежали к Рикману. Алан Рикман отказался от роли шерифа во второй раз. Где-то в это же время от роли Лорода Локсли, отца героя Кевина Костнера по фильму, отказался Шон Коннери. Коннери, в общем-то, был не против сыграть в фильме, но не хотел играть чего-нибудь отца. Ибо, по его словам, он слишком много отцов сыграл в последние годы. Позже Костнер все-таки уговорил Коннери сняться в фильме в небольшой роли короля Ричарда. После второго отказа Рикмана создатели Робин Гуда оббежали почти всех актеров Голливуда, игравших злодеев. Но кто-то не мог принять участие из-за занятости на других проектах, а кто-то считал, что роль слишком незаметная и отказывался. Создатели фильма оказались перед выбором. Брать на роль центрального злодея совершенно неизвестного актера или переносить съемки. Так как перенос съемок грозил потерей нескольких миллионов уже потраченных на подготовку, от этого варианта отказались сразу. А неизвестного актера в роли шерифа Ноттингемского не хотел видеть Костнер. В третий раз к Рикману с режиссером уже пошел Кевин Костнер. Рикман снова отказался. После чего Костнер предложил ему полный карт-бланш при работе над ролью. Рикман был волен менять шерифа Ноттингемского по своему усмотрению. Изменять его характер, импровизировать, менять диалоги и все в таком духе. От подобного предложения Рикман отказаться уже не смог. Тем более подобные полномочия сопровождались самым большим гонораром актера за всю его карьеру. Так что вся роль Рикмана в Робин Гуде чистейшая импровизация. Многое было придумано прямо на ходу. Вроде того же шрама, который актер старательно затирал на своей статуе. Часть диалога в фильме для Алана Рикмана написал его большой друг, драматург Питер Баркс. Баркс считал, что сценарий ужасен и его необходимо разбавить юмором. Именно благодаря ему в фильме появились эпизоды вроде назначения времени женщинам. Что самое забавное, после тестовых показов ленты Костнер сильно сократил роль Рикмана. Просто зрителям Шериф Ноттингемский очень понравился и все считали, что на его фоне герой Костнера несколько теряется. Из-за этого на Костнера после съемок обиделся режиссер фильма Кевин Рейнольдс. Но их дружба этот нюанс не разрушил. Крест на ней поставил и следующий совместный фильм «Водный мир». Но это уже немного другая история. Здесь же по итогу, даже несмотря на действия Костнера, мы получили лучший фильм о Робин Гуде. А заодно и одного из лучших антагонистов в истории кинематографа. Спасибо за внимание, подписывайтесь и оставайтесь на связи.